Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И к нам пришел такой вот вопрос, который наполнен сердечной болью. Что делать при суицидальных мыслях, когда вот тебя пронзают эти мысли о самоубийстве, и ты не можешь ничего предпринять. И мне хочется прежде всего сказать, что это вот такое временное испытание. Вот это надо понять, что все, что подается на земле, и все тяжкое, все самое страшное, это только временное. Вот как мы, допустим, идем через какую-нибудь ночью, через какой-нибудь страшный переулок, и нам кажется, что мрак нас со всех сторон окружает, но мы знаем, что этот переулок закончится, и что Господь подаст нам еще свет. И были даже вот такие люди, которые доходили до крайней степени отчаяния. Допустим, отец Серафим Роуз, он вспоминает, когда он был еще просто вот Евгением, Евгений Роуз, и он прошел такой длительный путь. Вначале он выходил, он происходил из семьи протестантской, но утерял эту веру. И вот он изучал различную мистику, изучал буддизм, дошел до полного атеизма, изучал философию Ницши, потом пришел к такому отчаянию, что показалось ему, что все окончено, и свет уже больше не мил. И только вот однажды, когда он зашел в православный храм, вдруг его сердце почувствовало, как будто кто-то ему сказал, твои поиски окончены, ты дома. И вот человеку, когда он испытывает подобные страшные внутренние испытания, надо понять, что, прежде всего, это не твои мысли. Это не ты сам так хочешь, это кто-то тебе навязывает. А кто это хочет? Это тот, кто противится жизни, тот, кто хочет все уничтожать, всех и вся отправлять в ад. Это дьявол. А с дьяволом не может быть хорошо, с ним только беды. И для того, чтобы от этого избавиться, нужно не быть в одиночестве, а тут же идти в храм, тут же исповедоваться, и, может быть, исповедоваться даже каждый день. Вот просто приходить в храм или в какой-то ближайший монастырь, чтобы пусть ноги поднимут тебя и сами идут в ближайшую церковь до богослужения, где ты поговоришь вместе с батюшкой, где ты откроешь свое сердце. Не бойся открывать свое сердце Богу и ближним, потому что ближние в данной ситуации поймут, а Господь в данном случае непременно поддержит. И бывает так, что вот внутри настолько плохо, кажется, что все, что невозможно ничего разрешить. И надо только вот из самых глубинных сердечных вздохнуть и сказать, вот, Господи Боже, помоги мне грешному, прости и очисти меня грешного, и Господь подаст благодатную помощь. Еще лучше почаще исповедоваться, причащаться, вот прямо не ожидая, не думая ни о каких-то соблюдении каких-то сложных правил, просто приходить вот на исповедь и говорить все как есть батюшке и быть в храме, потому что храм — это небо на земле. Это благодать Святого Духа, которое явным и очевидным образом действует. И многие из нас, мы почему остались в церкви? Почему мы даже вот посвятили себя церкви? Потому что именно в храме вдруг неожиданно для нас открылся Господь. Он открылся как жизнь, как неизреченная любовь, как все превосходящая радость и всякие там смертные вот эти вот искушения, испытания, они остаются в стороне. Вот. И даже скажу так, что бывало, допустим, какой-нибудь человек, вот он испытывал такие, в том числе, суицидальные мысли. Но он пришел к Богу, и потом он стал тоже священником, посвятил себя Господу и в этом обрел вот такое счастье, которого нигде больше не обрести. То есть, надо просто не сидеть внутри этих мыслей. То есть, понять, что мысли — это как бы, как такой вот котелочек, в котором бурлит вот эта вот кипящая вода, вот она сама по себе бурлит, и вот ты просто выброси все это, пусть она бурлит там в стороне, а я вот стою, прежде всего встану перед иконами, помолюсь Господи Боже, спаси и помилуй меня грешного. И, допустим, прочитаю Акафист Божьей Матери перед ее иконой «Нечаянная радость» или перед ее иконой «Всех скорбящих радость», вот, или «Святителю Николаю Чудотворцу». Приеду, может быть, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и помолюсь преподобному Сергию Радонежскому. Вот был тоже такой случай, как одна девушка, вот у нее, она потеряла отца и отчим с ее мамой, в общем, они жили, с ней очень плохо ладили. И когда у нее возникли суицидальные мысли, она уже поехала куда-то просто, и вдруг решила, ну вот, выйти, сама не знает почему, на станции Сергиев Посад, пришла в Лавру, там вот свернула и вдруг пошла так, оказалось, что там гостиница и гостиничная ее открывает, и, а это был хороший такой очень духовник оказался, и он с ней разговаривался и сказал, что тебе неопременно надо, во-первых, креститься, вот, исповедоваться и причаститься к святых тайн, и, конечно же, обращаться к преподобному Сергию. Вот после этого у нее внутри такая загорелась радость, все, все эти суицидальные мысли ушли, и она стала вот, ну, просто вот прекрасной такой вот женщиной, уже семейной, христианка хорошая. То есть эти мысли, они как некие искушения подходят то к одному, то к другому человеку, их подбрасывает дьявол. Самое главное вот не сидеть внутри этих мыслей, а открывать свое сердце навстречу Богу. Не думать, что все безысходно, и ничего там не получится. А просто верить себе в руки Божии и идти туда, где есть святыни, самые ближайшие, вот святые места посмотреть, самые ближайшие храмы. Найти все-таки духовника, то есть того священника, с которым можно говорить по душам, беседовать, открывать ему свое сердце. И вот этот вот груз вот этот, и эти сидящие внутри черви, они будут уходить. Они уйдут, и благодать Божия, она сильнее всего, потому что Бог сотворил наш мир. Он творец мира, Он выше всего. Он сотворил нас самих, дал нам бессмертную душу и тело, которое тоже на самом деле призвано к бессмертию. Поэтому для Господа не составит труда избавить от всего этого воскушения, надо только нам самим, ну, сделать хотя бы вот несколько шажочков ко Господу и открыть ему свое сердце. А благодать Божия, она исцелит. То есть в любом случае вот сидеть на месте не стоит, надо приходить сразу в храм, не нужно бояться раскрывать то, что там происходит в мыслях. Если вдруг это нахлынуло как-то, то даже не только вот священню, а каким-то своим ближним это открывать. И вместе, может быть, даже соборно помолиться. И может быть, даже взять для себя такое молитвенное правило. Ну, допустим, вот 40 дней, скажем, вы молитесь вот преподобному Сергию Радонежскому, потому что он и в таких случаях тоже очень помогает. И заодно, то есть каждый день, каждый день Акафис преподобному Сергию Радонежскому читаете. И едете к нему, у его святых мощей молитесь, обращаетесь к нему. Также приходите в Серапионову палату. Это недалеко от мощей преподобного Сергия. Серапионову палату, она на месте кельи преподобного Сергия, где сама Божья Матерь явилась преподобному. И вот там помолится Божья Матерь при Святой Богородице. И она, как наша Небесная Мама, она услышит, поможет. То есть не думайте, что все, нет, ничего не закончилось, просто это искушения какие-то в мыслях, эти искушения отпадут, уйдут. Нам надо быть поближе к Господу, а Господь своей благодатью оградит и хранит. И дай Боже, чтобы всех вот нас это искушение миновало, и чтобы вместе с Господом мы обретали радость подлинной жизни и спасения во Христе Иисусе Господе нашим. Храни вас, Боже, дорогие братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok